Просто я немножко выпендриваюсь, вы знаете, необычный ракурс, потому что у меня новая вытяжка будет, и я решила запечатлеть это в этом видосе и разбавить мои однотипные видосы, где я делаю ногти своим моделям. Я заказала себе вытяжку по бланк, и я работаю на этих вытяжках уже сколько, ну я не знаю, года три, наверное, и заказала себе Pro-версию, потому что они намного мощнее, как и наслышано, и еще намного тише, нежели чем их старая версия. Давайте распаковывать. Цок-цок-цок-цок-цок. Ой, точнее, сейчас вот так вот. Цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. АСМР. Где у меня микрофон-то, господи? АСМР. Снимаем скотч. У меня эта вытяжка стояла очень долго, потому что я хотела именно открыть ее для ютуба, показать ее в обзоре, потому что очень многие мастера спрашивают меня вообще про вытяжки фубланк, когда попадают они в кадр у меня на сторис или там на ютубе, и мне вот прям хотелось запечатлеть весь момент его обзора. Коробка очень большая. Вот такое красивое изображение вытяжки нас встречает. Открываем дальше. Что мы здесь видим? Гарантийный талончик. Тут у меня даже есть поздравление от Фобланк. Спасибо вам большое. Правда, это видео я снимаю в феврале аж, потому что я хотела заснять его на ютуб, и оно просто ждало своего момента. Ну и теперь давайте увидим ее. Ооо, какая красивая вообще. Она реально прям отличается очень сильно от вытяжки старой их модели вот этой вот. Ооо, вообще какая она гигантская. Вот такая огромная турбина просто от самолета, которая всасывать будет пыль всю. Все, что нам нужно сделать, это нашу вытяжку Фобланк поставить на вот этот штатив, который я уже поставила вот краю стола. И сейчас мне нужно привинтить вот это вот сюда. И все. Штатив готов. Теперь берем нашу турбину от самолета и ставим ее вот сюда. Вот моя вытяжка собрана. Вот выглядит она реально как будто какая-то космическая, как будто это робот какой-то. Я к ней привыкаю еще, потому что ножкой управлять пока непонятно как. В общем, мне, чтобы ее выгнуть, вытяжка находится вот здесь, а работать я буду вот здесь. Мне нужно выкрутить эту ножку и делать я это буду, сейчас скажу, как вот так вот. Выкручиваю ее. Вот. И я ее выпрямила. Здесь получается вот эта ножка вертится как на 360 градусов. И также сама вытяжка вот эта вот, она тоже вращается. Я могу изменить угол ее наклона, так скажем. И также я могу еще ее наклонить в ту сторону и обратно. Но для этого мне нужно просто раскрутить вот здесь вот гайку. И также вытяжку можно опустить и поднять. Для этого мне нужно просто нажать вот сюда. У нее система газлифт. И очень легко, вот прям без каких-то затрудненностей можно ее опустить и поднять вверх. Вот. Ну что, будем тестировать. Видно, что вытяжка прям сделана, знаете, из качественных таких материалов. Потому что она прям такая увесистая и надежно очень стоит. То есть у нее прям штатив вот этот крепкий. И на самом деле вот ты ее зафиксировал. И все. И не нужно париться, что она будет там падать или еще что-то. И давайте теперь посмотрим внимательнее на ее саму вот эту голову, на вот ее саму вот эту вытяжку. Потому что здесь есть куча кнопочек и очень большой функционал ее. Давайте начнем с вами с самой нижней кнопочки. Вот этой. Загорелась у нас вот такая вот синяя кнопочка. И это включилось обеззараживание всего, что находится внутри. То есть, представляете, там находятся такие ультрафиолетовые диоды, которые используют в хирургических кабинетах. И он обеззараживает все, что находится внутри. То есть, вся пыль, грубо говоря, пришел к вам клиент с какими-нибудь там грибками или еще чем-то. И вся вот эта вот пыль, весь этот мусор, который попадает туда, он дезинфицирует. И вы не будете всем этим дышать. Это прям очень прикольно, интересно. Я такое вообще нигде не видела раньше. Дальше, что у нас здесь есть? Мы его выключаем. Пока вообще нужно на час оставлять, чтобы он все это продезинфицировал. Дальше в этой вытяжке есть свет. То есть, вот я нажала, и у меня включилась вот здесь лампочка. Блики получаются такие просто как красивые кругляшки такие. То есть, заменяют просто нашу лампу терцем. Это очень прикольно. И здесь есть аж целых пять режимов. То есть, во-первых, мы нажимаем на вот эту кнопку, и мы можем изменить свет сам. То есть, сейчас у меня, по-моему, идет просто холодное освещение. Здесь у меня включается теплое освещение. И можно также включить комбинированное. Для фоток, я думаю, самое прикольное будет как раз-таки освещение. Именно холодное, потому что будет очень красиво смотреться кожа клиентов. И здесь есть пять режимов мощности этой лампочки. Вообще, на самом деле, просто мега какой-то классный функционал. Нажимаю, и у меня теперь не 100% яркости, а 75%. Также я еще раз нажимаю, и он у меня уже на 50% яркости светит. Нажимаю еще раз, и это 25%. Ой, точнее, вот это 25%. И нажимаю еще раз, и он у меня вообще полностью выключается. Очень прикольно. Но я думаю, я буду пользоваться соточкой. Сейчас я ее сразу включу. И, да, и на холодном вот этом освещении. Я думаю, будет прикольно. Ну, и самое интересное, это вот эта кнопка как раз-таки отвечает за мощность этой вытяжки. И у нее есть три режима мощности. Как обещает нам производитель, что Fublang Pro, вот эта версия, она намного тише. И намного мощнее, нежели чем их старая версия. Давайте нажмем и просто послушаем, ну, насколько она громкая сначала. Это у нас работает первый режим. Знаете, она вообще на самом деле даже никак не ощущается. То есть я спокойно бы еще бы включила аппарат. У меня также бы еще болтал клиент, и я бы вообще все спокойно слышала. То есть этот режим я бы использовала, ну, например, когда работала бы с фрезой пламя. Типа с чем-нибудь таким, что особо пыли никакой и нет. Следующий режим. Уже намного мощнее. Я думаю, вот с пламенем так же это будет справляться. Но для снятия, мне кажется, будет недостаточно. Но чтобы вы понимали, насколько сильно она втягивает. Вот насколько сильно она втягивает. И самый мощный режим. Просто послушайте. Здесь всасет все, что не всасывается. Ну и давайте посмотрим, что внутри у нас вообще находится. А внутри, такой небольшой спойлер, там у нас находится фильтр, в который как раз-таки попадает вся наша пыль, все ногти, весь гель-лак и так далее. Так, открутили, снимаем. И все это выглядит вот так. Этот фильтр сменный, то есть сюда у вас будут попадать ваши ногти. И его можно чистить, этот фильтр. Рекомендую чистить 1-2 раза в месяц, если у вас, ну где-то 50-100 клиентов. Вообще, это тоже, ну такое понятие растяжимое, потому что все мы работаем по-разному. Из разряда один мастер работает только с каким-нибудь трэш, огромными какими-то нарощенными ногтями. А другой мастер работает только с базой, камуфлирующей, супер короткими ногтями. Поэтому смотрите по обстоятельствам. Чистить его можно как? Либо вы просто вытряхиваете этот фильтр в мусорку, либо вы можете другим пылесосом взять и вычистить всю вот эту вот пыль отсюда. Мыть фильтр ни в коем случае нельзя. И также вы можете влажной салфеткой протереть корпус, например, от там загрязнения каких-то. Ну и я думаю, то что вот здесь тоже спокойно можно все это дело протереть влажной салфеткой. Я бы подождала, пока высохнет эта вытяжка, чтобы ее потом включить в розетку на всякий случай. Также саму вот эту вот вытяжку, сам вот этот фильтр нужно менять. То есть как только вы почувствовали, что вы ее вытряхиваете, то есть вы ее чистите, фильтр вроде бы чистый, но не всасывает так же вот как раньше, то нужно ее заменить. То есть рекомендуют менять фильтр там на протяжении там от одного до трех месяцев. Как-то вот так вот. И фишка, которая мне просто безумно понравилась, это то, что вот эта штучка, она на магнитах. И можно чистить все это дело, всю эту решетку можно почистить кисточкой. В наборе есть вот целых вот такие вот три кисточки. И как раз таки можно взять и хорошенько все вот эти вот соты, или как они называются, вот эту всю решетку можно вычистить, и она будет чистенькой. И вот это вот мне прям очень-очень нравится. Прикольно. Ну и перед началом работы, это знаете, то же самое, как и ленточку просто разрезать. Перед открытием чего-то важного мы снимаем пленочку. Та-дам! Все, можно работать. Так, ну все, время начинать. Я знаете, что предлагаю вам сделать? Протестировать снятие на каждом режиме мощности, чтобы проверить вот на каком режиме снятие уже начинает всасывать хорошо. Включаем сначала самый первый режим. Включаю аппарат и начинаю спиливать свой первый палец. Начинаю пилить, и я вижу то, что он у меня всасывает, но всасывает где-то, ну процентов, наверное, ну 30-40. То есть все равно пыль начинает разлетаться. Так, проверим теперь второй режим мощности. Так, работает вытяжка уже громче. И здесь я вижу, как уже прям поток у меня идет наверх, но все равно начинает разлетаться. Включаем третий режим. Офигеть! Вообще! Прям видно на камеру, как у меня вся пыль от снятия. Я не знаю вообще, слышно меня, кстати, или нет, но прям видно, как все летит просто туда. Блин, очень круто! Ну всасывает она очень хорошо, и посмотрите, даже вот я вот сейчас тестировала все вот эти мощности. Вот это вот моя бумажка, она чистая вообще абсолютно. Сейчас я досниму все пальцы и покажу, как выглядит мой рабочий стол. Ну вытяжка очень мощная, прям реально классная. Знаете, вот прям очень классно всасывает. Смотрите, у меня осталось только, вот просто, ну показываю честно, как осталось. Осталась только крупная пыль, и то ее прям совсем-совсем чуть-чуть. Вся летела сюда, у меня перчатки тоже немножко в пыли совершенно, потому что все всасывается туда. Знаете, проблема вытяжек, которые внизу, в том, что ты перекрываешь, так скажем, вот этот вот полет всасывания всей пыли, так скажем. Перекрываешь своей рукой частенько, и из-за этого все разлетается в разные стороны, и вся твоя перчатка тоже в пыли. А здесь ты ничего не можешь перекрыть, тебе нужно просто держать руку под вот этой вытяжкой для того, чтобы она все туда всосала. По шуму хотела сказать, что, ну максимальный вот этот вот режим, он шумный, безусловно, но мне комфортно. То есть у меня нет такого, что у меня уши типа как-то жужжат или что-то такое. С клиентом нужно общаться, естественно, ором, но, знаете, можно и потерпеть чуть-чуть. То есть, например, я уже давно привыкла, что мощные вытяжки, которые реально работают, они шумнее, нежели чем вытяжки, которые плохо всасывают. Поэтому здесь, знаете, ну нужно выбирать уже, что вам дороже, либо дышать пылью, либо 5 минут не поболтать с клиентом лишний раз. Потому что потом уже последующие все шаги можно делать вообще либо с выключенной вытяжкой, либо просто поставить себе там какую-то минимальную, либо среднюю мощность. И можно общаться спокойно и слышать и телевизор на фоне, и клиента, что он вам рассказывает. Вообще, в принципе, будете в курсе того, что происходит у тебя вот в округе. Делать мы с вами, кстати, сегодня будем маникюр с сердечками, будет стимпинг, короче, будет такой прикольный красивый маник, ну в нашем стильке, так скажем. Делаю сейчас маникюр сам, поднимаю все апельсиновой палочкой. И, кстати, то, что заметили еще, что рука клиента тоже вся чистая была. То есть, она вот такая вот и осталась, я даже щеткой не проводила ни разу. И эта вытяжка, она подходит как для маникюра, так и педикюра. То есть, маникюр, она отлично всасывает пыль от снятия гель-лака. И в педикюре она отлично будет всасывать пыль от пяток, гель-лак, вообще бомба. Я эту вытяжку планирую поставить нам в педикюр, и я думаю, это будет вообще прям улет. И на маникюре, кстати, с ней очень комфортно, поэтому, если вы рассматриваете вообще вытяжку для покупки и на маникюр, и для педикюр, это просто идеальный вариант, вот реально. Потому что она и маник отлично просто всасывает, и педикюр тоже. И мега с ней удобно работать, потому что у тебя на столе нет ничего просто мешающего, и она просто находится сверху. Прикольно, короче, вот прям реально классная тема. Ну и теперь мы приступим к обработке кутикулы. Я уже засунула свою фрезу пламя. Кстати, посмотрите на ручку от аппарата. Она прям чистая, вообще у нее очень мало пыли, потому что раньше, можете тоже по видосам моим заметить, что у меня вся ручка в пыли обычно всегда. То есть мне приходится щеткой ее почистить. И мы с вами начнем. Давайте тоже затестируем сначала, как работает самый минимальный режим у нас. И попробуем сделать обработку одного пальчика. Так, ставлю. И смотрю, я вижу то, что пыль, она поднимается, но она все равно летает как в округе. Значит, включим помощнее вытяжку. Погнали. Вообще, в принципе, здесь как бы убирать особо нечего, поэтому как таковой пыли я даже и не вижу. Посмотрим на другом пальце. Вот сейчас я вижу, как струя начинает подниматься, но так каковой пыли у меня здесь у модели и нет. Но на втором режиме всасывает отлично, поэтому я бы вот снятие делала бы на максимальном, а дальше обработала уже бы на втором режиме. Либо вообще бы ее на самом деле даже выключила, потому что я маникюр не делаю вообще с вытяжками, если честно. Я только снятие делаю, а потом выключаю, чтобы просто шумно не было. Показываю вам пыль на столе, которая осталась. Посмотрите, ее вообще не осталось. На втором режиме просто идеально всасывает всю вот эту вот пыль от пламени. Вообще супер. И мне интересно, вот если я отрежу кутикулу вообще, она у меня всосется туда наверх? Я на самом деле думаю, что не всосется, потому что, ну, кутикула это вообще не пыль, во-первых. И, ну, я думаю, если что, ей можно помочь, наверное. Давайте попробуем. Я думаю, это нужно включать 100% максимальную мощность. Давайте. Так. Куда она? Она не всосалась. Но, я думаю, можно сделать просто вот так. Оп. На вот таком расстоянии всосалась уже. Если вам интересно, точнее, если вам интересно, что случилось с судьбой кутикулы, то она вот здесь. Покажу вам все, что скрыто. Я думаю, если ее выключить, то, скорее всего, эта кутикула упадет. Нет. Пока держится еще. Вот она. Интересно, она упадет или нет? Вот хозяйка кутикулы. Кутикула держится. Удивительно. Все, отвалилась. Ну, в общем, кутикула не всосется у вас, потому что там решетка. Будем теперь подготавливать наши ногти к покрытию. Еще хотела вам сказать по поводу вытяжки. То, что, если вы заметили, у меня здесь нет никаких ламп Терцил. Я их полностью убрала. И мне вот этого освещения прям супер как хватает. Вообще неощутима разница. То есть, мне, например, с одной лампочкой было, ну, темноватой. Поэтому я использовала две всегда. А здесь вот одна вытяжка, одна лампа. И освещает просто абсолютно все. И у меня нет никаких теней. То есть, вся вот рука клиента освещена. Короче, я прям реально в восторге. Пытаюсь найти минусы, если честно. Ну, пока я их вообще не нашла. Потому что мне абсолютно комфортно сидеть за столом, работать. Пыль вся всасывает абсолютно. Освещение супер. Ну, если из минусов, типа, ну, можно сказать шум. Но, опять же, для меня это не минус. Потому что я уже давным-давно привыкла к тому, что нормальные вытяжки, они будут шумнее, чем ненормальные вытяжки, так скажем. И, наверное, можно еще сказать, что вытяжка у вас стоит прямо перед лицом. И клиента вы видеть не будете. Но для многих мастеров это, знаете, наоборот плюс. Чтобы лишний раз не контактировать с клиентом. То есть, я во время работы вытяжку опускаю. А вот сейчас, если вы заметили, я ее подняла вверх. Ну, и я клиента спокойно вообще вижу. Можно поболтать спокойно. И нормально, так скажем. Короче, я прям в восторге. Реально круто то, что это реально как два в одном, так скажем. Я имею в виду, как для маникюра, так и для педикюра подходит. Тем временем, пока я тут болтала, я уже обезжирила ногти. Теперь я беру базу Раббер от Вира. И буду делать подложку перед гелем. Мы будем опять укреплять ногти гелем. Потому что здесь нет абсолютно никакой деформации. Ногти ровненькие, красивенькие. Поэтому и просто укрепим ее гелем. Как будто это база, так скажем. И ногти будут крепкие. С красивой архитектурой. И быстренько тоже все сделаем. Кстати, вы вообще заметили мою новую прическу? Она у меня, конечно, уже так, укладочка у меня спала. Потому что я целый день с ней хожу. Но теперь я вернулась в свой натуральный цвет волос. У меня теперь такой темный русый. У меня теперь есть челка модная. Которую я теперь буду учиться укладывать. И надеюсь, она у меня не будет вот так выглядеть вообще. Мне очень сильно нравится. Как получилось. Знаете, прям естественно и прикольно. Потому что меня вот эта вот желтая блондинка уже задолбала. Которую нужно постоянно тонировать. Ты тонируешь через неделю. У тебя вся эта тонировка слезает. И ты опять становишься ядрено-желтая. В общем, я прям кайфую. Я, в общем, не покрасилась. А два раза потонировалась. Поэтому я думаю, у меня оно будет смываться. И придется, ну, все равно как-то поддерживать этот вид волос. Но выглядит, мне кажется, роскошно. Такая обаятельная женщина-кошка такая. Покрывать будем нашим милком от Вира гелем. Заказать его можно на ВБшке. Здесь такое милое сердечко у нас мастера сделали. Пол банки я вижу, там опять уже нет. Реально, мне кажется, они его едят. Сейчас будем, короче, мазать. Мазать, красать и развлекаться. Беру чуть-чуть. Делаю сначала подложку. И потом буду выравнивать. Не знаю, кстати, как у вас. Но у меня теперь каждый раз, когда я говорю суши, у меня в голове вот эта вот песня. Прикольная. Выложила гель. Посмотрите, как тоненько и красиво он ложится. Практически идеальные блики. Вот все, что по углам, это мы сейчас опилим пилочкой. И будет просто идеалити. Ну что, давайте опиливать. Тоже включаю на опиле самый максимальный режим мощности. Ну, с гелем вытяжка, конечно же, тоже справилась. Если она со снятием справилась, то с гелем уж подобно. Вот на столе, смотрите сами, несколько соринок есть. Ну, а так все вообще чисто. Я прям очень ей довольна. Покрывать сейчас будем черным гель-лаком от Вира. Сами увидите сейчас, как кайфово он наносится. Я ее просто обожаю. Посмотрите. Среднее количество взяла. Протянула. И, пожалуйста, и, пожалуйста, посмотрите, какой черный. Просто бам-бяу. В один слой его положим. И будет отлично. Вот, вообще такой плотный. И посмотрите, какой красивый блик от лампы. Такой, как кольцевой, прикольный. Прокрашиваю серединку, боковинки прокрашиваю. И потом тонкой кисточкой я прокрашиваю уже пазухи все и возле кутикулы. Я прям, знаете, как обычно делаю. Я прям вот отсюда набираю лишнего материала. И прокрашиваю. Цвет я обычно всегда прокрашиваю под кутикулу и первый, и второй слой. И также люблю всегда красить по одному ногтю. Чтобы ничего нигде не затекло, точно мне так намного комфортнее. Знать, что у меня все пальцы сухие. И один только я крашу. Все. Бам-бяу. Прям вообще так выровнялся цвет еще, пока я там прокрашивала. Очень красиво. Прокрасим с вами вместе еще один ноготь. И остальное я докрашу уже за кадром, чтобы много времени просто не отнимать. И побольше рассказать вам про дизайн, потому что он будет очень красивый и интересный. Теперь мне нужно сделать выравнивающий слой сверху молочным гель-лаком. Это просто у меня люксио кой. Просто покрываю тонким слоем и потом небольшую капельку поставлю. Так, переворачиваем, чтобы он у меня самовыровнялся. Смотрите, кстати, пока какие-то лицы красивенькие, тоненькие. Прям вообще бомба. Немножечко сейчас мы его вот так вот потрясем, утрясем, чтобы пигмент самовыровнялся чуть-чуть. Так, посмотрим, как обстоят дела. Так, ну блик есть, небольшие разводы присутствуют, но под стемпингом и под слайдерами видно не будет обсушен. Сегодня ампайкинг просто по полной. Снимаю пленочку с новой пластинки. Вот такую вот красоту я купила. О, здравствуйте. Вот такую красоту я купила. Здесь, ну, я так понимаю, это просто 14 февралю. Сделано тоже такие милые всякие поцелуйчики, очень много всяких сердечек. Мы будем с вами делать вот такие. И, кстати, бренд этот называется, вот, Малина. Купила я их в Перисе. Очень прикольные, кстати, мне очень понравились. И у них еще есть вот такая вот прикольная, ну, как палетка, я не знаю, как правильно назвать ее. В общем, чтобы можно было примерить и на ноготок сразу посмотреть. Вообще, прикольная идея вот тоже, которую, не знаю, сможем ли мы воплотить или нет, потому что мы много выкинули уже таких штук. Но очень прикольно сделать палитру. Вот сюда вот прям кольцо вставить. И можно вот как рассматривать, чтобы не так клиенту вот выдать вот этот огромный кипиш. Вот такой вот, как у нас вот здесь вот сзади вот у меня есть вот эти вот штучки. Чтобы не наваливать на нее кучу вот этих вот железок, а вот такие вот прикольные картинки давать. Вот. Ну, в общем, знаете, идея прикольная. Ну, вы ее воплотите. Перед стемпингом нужно обязательно обезжирить ногти и наносить его на, ну, как обезжиренные ногти. Логично, логично все. Снимаем. Такой маникюр. Не знаю, как его назвать сейчас. У меня вот лично такие ногти напоминают, как вот такие грязные, типа, ногти какие-то. То есть я отношусь именно к таким вот. Если оставить именно такой дизайн, типа, без какого-либо дизайна, ну, мне не нравится вот такой эффект лично. И я не знаю, как у вас, но у меня каждый раз получается вот этот эффект с проплешными. То есть у меня нет такого четкого градиента. Видите, ногти ровные, блики везде есть, но при этом все равно пигмент ложится неровно. И это я не только как люксиоко им делала. Я вообще все время выравнивала сверху вот этим вот молочным топом. И он дает такие же вот разводы. Я не знаю, может, это я там какая-то не такая. Но вроде бы у меня и черный ложился хорошо. То есть там тоже у меня все было с бликами, все было ровно. И также и этот лег ровно. Но вот что-то пигмент вот как-то не получается. Поделитесь лайфхаком в комментариях. Будет интересно мне узнать и начать нормально делать этот дизайн. Беру свою новую палеточку. Беру черный от Svenki. Использую штамп у меня Dance Leggend. And у меня еще есть вот такая каталка для одежды. Вот, так, погнали. И скрапер у меня от Lesley буду использовать Normal для вот этого вот рисунка. Так, делаем все быстро. Намазюкали. Перекатали. Еще раз перекатали. Перенесли рисунок. Уберу лишнее все, чтобы потом с кожи не вытирать это все. И погнали. Натягиваем. У меня, конечно, скрапер такой уже грязненький. Но красивый. Ой, очень прикольно смотрится. Классно. Ну и сейчас быстренько на все ногти все сделаю. Вытираю, кстати, я пластинки свои. Сейчас покажу, какой жидкостью. На Baldur's тоже купите себе такое. Она прям очень круто отдирает все. Вот так эта жидкость называется. Здесь, кстати, вот ее артикул тоже сохранился. Поэтому пользуйтесь. Она, посмотрите, как классно вытирает все. Только делайте все в перчатках. Иначе кожа ваша просто покинет чат, так скажем. Чат вашего тела. Никаких разводов, вообще ничего. Прям очень хорошо убирает всю краску. Катаем сразу следующий рисунок. Краска. Скрапер. Штампик. Перекатили. Лишнее, чтобы с кожи потом это все не убирать. И сразу отпечатала. Все, красота. Очень красиво смотрится. Вот так вот мне уже нравится. Когда просто вот пустые ногти. Ну, они выглядят не очень. А вот так с рисунком, вот так вот уже интересно. Интересно. Теперь стемпинг я перекрою базой от BeautyX. Использую ее просто потому, что она жиденькая. Прям очень. Она не даст никакого лишнего слоя, какого-то утолщения. Поэтому перекрою, потому что потом у нас будут слайдеры. Так, вроде краску он не тянет за собой. И это хорошо, что не тянет. И по одному ногтю все, потому что после штампа начинает кратырить. Все, сушим. Теперь у нас будут слайдеры. Вот такие красивенькие. Мы снимаем это перед 14 февраля. Не знаю, когда точно выйдет. Ааа, ты останься, пожалуйста. Кому говорю, ост... Не получается все, прилип. Ладно, сейчас тогда сразу большой сделаем. Не хотела я делать большой сначала. Так, а как мы клеим? Посерединке просто или без разницы? Без разницы. Хоп. Присоединили его. Так, мы делаем этот манек перед 14 февраля. Поэтому у нас такое вот игривое настроение в виде сердечек. Так. Прикол. Вот это прикол. Вообще круто смотрится. Разглаживаю теперь все вот эти складочки, которые остаются. Можно также, знаете, взять бескислотный праймер. Если пленка слишком какая-то такая большая, можно праймером этим подрастворить. Но у нас все отлично приклеилось. И на большом пальце мы тоже сейчас подровняем. Эти слайдеры, кстати, вы можете купить на нашем сайте Вира. Или мы также кладем их в подарок боксики. Если вы делаете какой-то большой заказ, то мы кладем в подарок слайдеры. И может вам попасться и слайдер из вот этого сета. Так, следующее у нас пойдет игральные кости. Взяла рисунок, убрала бумажку. Но очень красиво сочетается. Просто бомба. Также из-за того, что липкий слой есть, я могу, в принципе, рисунок этот подвинуть. Если вдруг он как-то там сильно глубоко заполз. Вот здесь вот у меня пленки много осталось. И я сейчас ее буду отрывать. И так соскабливаю апельсиновой палочкой. И просто убираю лишнее. Вот, все. Блин, а теперь тоже такой маник хочу вообще. Очень красиво. Я прям представляю еще, как в матовом топе будет вообще бомба. Так, на следующий у нас будет XOXO. Так, его куда? О, прям идеально. Поместился на ноготь. Прям тютелька в тютельку. Блин, как красиво сочетаются цвета. Я не могу. Бомба. Так, и у нас сюда еще смайлик пойдет. Тоже вот так вот беру. Если что, если, ну, кто-то вдруг так не делает, это у меня ватный диск, смоченный просто водой. И все. И штамп обычный для стемпинга, вот, который мы только что с вами использовали. Так. И последний. Вот такое вот у меня сердечко здесь. Only you. Только ты. Мика-переводчик. Куда? Да, в серединку. Так. Ну, вообще красотища. И прям сразу берем матовый топ и перекрываем матом все. Матовый топ у меня, где он у меня лежит? От Вира. И уже дальше покажу вам готовый результат. Ну что, как вам сегодняшний выпуск? Мне очень понравилось. Что-то новенькое попробовали. И маникюр безумно красивый сделали. Про вытяжку подытожим. Что я вам про нее скажу? Ну, мне она очень понравилась. Вообще реально классная. Поэтому я вам рекомендую присмотреться к ней в описании к этому ролику. Если что, будут все контакты, где вы можете ее найти. Реально классная. Я вот лично вот этого функционала, чтобы обеззараживало все вот внутри этой вытяжки. Я такое первый раз вообще вижу. Мне прям понравилось. Очень комфортная была в работе. И лампочки вот эти вот очень классно освещают. И всасывает отлично. Прям я кайфанула. У меня есть идея для компании Foblank, для их вытяжки Foblank Pro Max Ultra. Пупер крутая вытяжка. Чтобы вот сюда можно еще вот какой-нибудь экранчик поставить клиенту, чтобы он мог смотреть, например. Или сейчас же модно очки вот эти вот от компании Apple, типа вот этой виртуальной реальности. Я думаю, здесь вообще можно как-нибудь так придумать, чтобы она была просто сквозная. Или у меня здесь тоже был такой монитор, чтобы я видела там запись клиентов, например. Какие у меня там будут следующие, сколько времени у меня осталось. Может, там какие-нибудь еще мастер-классы бы у меня тоже бы шли. Или вообще, в принципе, там лицо клиента можно было, если что, высветить. В общем, мне кажется, такая была бы прикольная, такая интересная штучка. В общем, такая вот у меня идея. Если вдруг вы решите воспользоваться этой идеей, я надеюсь, я в доле. И процент с продаж мне тоже как-нибудь там немножко, ну договоримся, короче. Ну все, всем пока, до встречи. Пишите в комментариях, кто-нибудь работает, кстати, на такой вытяжке, как она вам. Будет интересно почитать ваши отзывы. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok